Привет, мои любимые стратегические жевжики! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет. И сейчас мы будем первовзглядеть на игру Orcs. Недавно вышла демка её, вот версия 0.7, то есть будем считать, что в раннем доступе игра, но есть демка, её даже, по-моему, купить ещё нельзя. Я уже немножко поиграл, поэтому буду... Так, вот в энциклопедии, наверное, можем какую-то карту ещё купить, наверное, какое-то там одно очко набрано. Давайте глянем. Рунный алтарь, если использовать руну ночью все... Нет, подождите, это, наверное, не хочу я. Сейчас поищем. Открытая стена у замка у дороги. Блин, у меня, по-моему, такая есть и так. Сейчас я понимаю, что вы ещё не понимаете, что я вообще выбираю. Гильдия рунотворцев. Нет, не хочу. И тут закрытая. Вот это что? Бонусный урон всего зависящий от количества сегментов выбранного замка. Нет, это тоже пока не хочу. Ну ладно, что я выбираю? Давайте я просто вам игру сначала покажу. Прохожу тут... То есть это уже, по-моему, третья карта, я такую кампанию прохожу. В двух словах, значит, игра идёт в реальном времени. Эта смесь такая, знаете, Тауэр Дефенса и Каркасона, что ли. Я бы даже сказал так, Каркасона и Зая Биллиенс, по-моему, такая игра, помню, есть. Идея в чём? Нам надо отстраивать, вот, используя карты, наше королевство. Так, тут за моей рожей что-нибудь спрятано. Ну, это... Сила Скверны, уровень Скверны, я думаю, что можно не особо показывать. Это то, что вот у меня все дороги дешевле на единицы, то, что сейчас работает. Какие бонусы у меня. Плюс 25 к начальному количеству золота. Это я уже кое-что выполнил, просто квесты предыдущие. И дальность атаки для орксов и боевых единиц уменьшена на 30%. Это я не выполнил, но, видимо, сейчас гроза идёт. Вот тут здание, когда мы сюда доведём наше строение, тут ещё всякие квесты будут открываться. Так вот, идея в том, чтобы отстраивая наше королевство, скажем так, защитить от орд вот этих орксов, вот это главное здание. Ну, давайте заниматься. В общем, пока я поставил на паузу, у меня есть 37 монет, и вот за эти 37 монет я могу тут всякое построить. Начну. Я пока... Мы не знаем, откуда они нападать будут. Хотя, вроде, показывают, что отсюда. Поэтому я в эту сторону буду сейчас замок строить. Пока так поставлю. И видите, строя тут открывается постепенно... Постепенно открываются краевиды, как по-белорусски. Так. Дорогу. Деревня. Будет давать дополнительно... Удваивает количество золота, получаемого от достраивания дороги. Больше у меня тут дороги пока нету, поэтому просто её ставлю. Вот это усиливает замок. Замок у меня ещё не достроен. Замок будет считаться построен, когда он полностью как бы будет окружён стенами. Так, прямая дорога. Давайте, наверное, сюда пока буду строить. Дружину поставлю тоже сразу. Ну, просто чтобы потратить. Потому что вы тратишь, и тебе дают новые карты. А вот какая карта следующая будет? Можно диагональную стенку, конечно, начать ставить, но... Мне бы хотелось достроить... За, так давайте вот этот фонтан жизни, он даёт плюс 8 регенерацию в своей области. Поэтому я, наверное, его тут поставлю и буду вокруг него войска размещать. Так, ещё 15 монет есть. И я на паузе, потому что когда я отожгу паузу, будет добавляться. Видите, плюс 3. Будет постепенно добавляться. Так, извилистая дорога. Я, наверное, поведу её вот к этому строению. Прямую дорогу туда же. Вдоль способность. Так, дополнительно даёт денежку от построенной дороги. Вот эти башни с ядрами, руна пепла и руна камня, на достроенные уже. Какие-то, ну, уже построенные. Вот я могу на дружину, но мне больше нравится это размещать на замке. А это вот конкретно только на замок ставится построенный. Ладно, давайте вдоль и сюда. Распутье. Ну, распутье я бы здесь разместил. Причём, да, вот так. Так, сердце замка. Получает башни при полной постройке замка. То есть, смотрите, идея в чём? Я могу её сюда поставить? И если я окружу стенами эту штуку, то будут башни у этого замка. Блин, мне почему-то мало карт приходит с башней. Так, давайте я, наверное... А почему я не могу сюда повернуть? Странно, я хотел вот сюда... А, тут стена должна быть. Видите, не даёт. Показывает, что вот здесь стены должны быть. Блин, вот тут хоть и хреново я... Тут мне придётся размещать... Размещать стену с дорогой. Такие... Такие нечасто приходят карты. Так, стандартная стена сюда давайте. Так, это сюда ведём. Привал архитектора. По уничтожению волны стоимость следующей клетки с замком равна нулю. Ну, предположим... Так, гильдия бомбардиров. Но опять же, могу сюда добавить, то тогда мне придётся ещё больше окружать. Я бы её подержал, наверное. О! Вот это классно. С этим мне подходят сюда поставить. Так, только мне надо... Только мне надо что-то использовать. Ладно, давайте... Давайте руну камня, лимит здоровья сюда тогда увеличу. Блин, или руну пепла. Плюс пять к урону. Урон три, скорость атаки. Вообще здоровье 120, а тут 150 будет. Да, 270. Ладно, увеличил. И вот сюда вот эту стену. В общем, осталось с этой стороны. Кстати, вот смежную стену смогу поставить здесь. И мы сейчас закроем вот эту. Сейчас надо только деньги накопить. И время до первой волны 64 секунды. Итак, первый замок. А, блин, не готов. Ещё вот тут закрыть надо. Так, а мне пока ничего не приходит. Блин, может сброс руки сделать? Я три раза могу это сделать. Мне не очень нравится. Но вообще, с другой стороны, ферма... С другой стороны, ферма даёт пассивный доход и застраивает дорогу. Ладно, давайте мы вот эту руну ветра сыграем тоже на... А, не на кого. Да, я вспомнил. Вот это улучшение. Тут один, как-то сказать... Один слот для улучшения у этих ребят. А в замке будет больше слотов. И чё, это зависит от того размеров. Ну, мне тогда придётся... Хорошо, давайте ещё вот эту попробуем. Вот эту я сыграю сейчас в стену. Вот сюда. А ферму сюда сейчас поставлю. Это тоже не очень как-то... Во, внешняя стена. Вот этой стеной мы сейчас тут точно замок закончим. И... Первый замок готов. С башнями. Видите, вот тут аж... Сколько? Семь слотов всяких. Ну, плюс мы сюда сейчас башню с ядрами разместим. Вот, кстати, я не уверен, я заменил или усилил. Ладно, сейчас ещё вот этих руну пепла сюда. Видите, вот оно добавляется. Руна ветра эта скорость будет. Так, а кузнец, что делать? Повышает урон на 25%. В каком-то радиусе. Но они отсюда вот должны, я так понимаю. Хочу, ладно, семи... Хочу дождаться, посмотреть, сколько будет стоить. Вот теперь вот эти карты могут у меня появиться в руке. Они там не очень... Так. Можно ставить на достроенных дорогах. Усиливает замки и воины в своём радиусе действия. Блин, ну мне бы, конечно, где-то здесь его, этого кузнеца, поставить, пока я не могу этого сделать. Ага, через 86 секунд отсюда. Пожди, так это уже бегут оттуда. Чёрт, а как же я так разместил? Так, давайте... Так, поставлю. Мне кажется, я сейчас солью уже. Так, давайте всадников сюда. Тут мне никто и стрелять не будет. Посмотрим, сможем ли мы отбить. Ну, первая волна должна быть, по идее, не самая сильная. Надеюсь. Так, ну тут-то мы отбились, да, окей. А вот тут мне мочат замок. Ну, ну, ну. Да, смотрите-ка, я сразу слил. Так, ладно. Вторая попытка. Сразу давайте деревню ставить. Так, руну камня держим. Значит, сюда делаем замок. Так, тут прямая дорога. Дружина. Сбрасываю руку, мне не нравится. Так, вот это. Тут распутье поставим. А тут планирую замок сделать в будущем. Точнее, даже вот так. Так, привал архитектора. Да, можно, кстати, привал архитектора вот тут поставлю. Дальше. Пока веду дорогу вперед. Так, вот здесь смежную стену. Такой небольшой замок поставлю. Вот так. Один замок готов. Небольшенький, небольшенький. И здесь, наверное, ферму. Так, а вот тут вдоль дает... Пассивное золото с построенной дороги. Зависит от ее длины. Ну, вот у меня тут длинная дорога. Мне кажется, имеет смысл. Вот, кузнец повышает урон. Я бы его сейчас использовал вот здесь. А потом можно будет еще... Блин, вот тут бы дорогу на самом деле. Так, мне вот тут надо замок сделать 100%. Вон у меня там смежная стена. Так, мне надо что-то сыграть. Да, придется кузнеца оставить. Ладно. Я бы его лучше тут разместил, чтобы на два замка работало. Но... Не смог ничего подобного найти. Так. Тут замок. Давайте вот здесь еще размещать. Ферма, ферма, ферма. А, что я тут не могу? Я хреново поставил. Видите, тут я не смогу дальше доделать замок. Черт. А почему? Нету таких карт, которые я мог бы здесь поставить. А, тут дорога. Блин. Я тупанул. Тут дорога. А. Ладно, давайте ферму. Зря потратил карту. А часовня дает... Плюс три к пассивному золу за каждую застроенную клетку в пределах 3 на 3. То есть... То есть... То есть... Мне вот здесь еще что-то надо поставить, чтобы она работала. Так, я бы всадника сюда. Всадников. О, извилистую дорогу. Вот так. И часовню тогда сейчас накопим. Так. Гильдия бомбардиров, конечно, круто. Но это ее еще надо... Вокруг. Так, а давайте вот здесь... Вот так будем замок делать. Еще с этой стороны будет защищен. Получается, у меня с этой стороны только не защищено никак. Так, диагональную стену давайте сюда поставлю. Просто ее скинуть. Подожди, я буду ее рисовать. А вот смежную я буду сюда дальше делать. Так, эту туда ведем дорогу. Так, вот эту деревню тут заканчиваем. Дорогу вот к этим... Это, чтобы квесты открылись. Так, руна камня. Давайте сюда. А башню с ядрами сюда. Блин, блин. Что-то я открываю случайно. Извилистую дорогу. Я вот здесь лучше поставлю. Тут, я думаю, еще что-нибудь построить. 17 секунд. Наверное, тут завершу лучше. Ну, по идее, конечно, желательно, чтобы как можно длиннее дороги были. О, сейчас еще замок закончу здесь. Зашибись. Отлично. Так, и эту ферму могу здесь закончить. Вот эти фермы, они разрушаются. Но, как только мы отобьем... Отобьем... О, кстати, фонтан жизни. Я вот сюда, наверное, бахну. Усиливает замки и войны в радиусе. Давайте я фонтан жизни вот прям... Прямо сразу вот сюда. И она усиливает еще и этот мой. Это очень хорошо у меня тут получилось. Так, ну что, пошли. Пошла та волна, от которой я не смог отбиться. Вот видите, здесь... Помните, я в первой попытке большой замок, там было 7 слотов. Тут, видите, 3. Причем 2 из них уже использованы. Но я бы все равно это усиливал, потому что... Здесь 2 замка будут отбиваться, а там 1. Так, и вдоль я бы сюда использовал. Вот, мы дошли до сокровищницы. И теперь, чтобы получить, построите до конца одну дорогу. Это мы получим дополнительную карту тогда. Так. Ну, давайте, наверное... Блин. Вот это, конечно, как-то очень дебильно поставил дороги. Плюс одна карта на руках. Ладно, пока ничего не ставлю. Думаю, сейчас мы отобьемся. Можно пока покопить... Денюжков. Те, сон, а как влияет на замки фонтан жизни? Регенерация здоровья 8, ага. То есть, лечится этот замок, например, вот этот. Да, видно, что у него немножко увеличивается. О, ну тут отбились. Причем, кстати, больше эти всадники сработали, чем замок. Ну и там тоже, не смотрите, что это разрушено. Как только мы отбиваем волну, это все восстанавливается. Бесплатный сегмент замка, кстати, будет. А, вот то, что... Блин, жалко, что не показывает, сколько оно стоило. По-моему, бомбардиры самое дорогое было, да? Давайте попробуем их поставить. Ай-яй-яй, да, я их и поставил. Окружаю стенами. Могу еще сюда поставить. Опять, повторюсь, это не будет работать, пока я все стены вокруг не сделаю. Так, ну давайте... О, уже через 9 и 10 секунд нападение? Фак. Так, давайте дружину сюда. Блин, прямая дорога, конечно, не очень. Но ее надо куда-то использовать. Ладно, сюда поставлю. Тут, тут я очень не хочу, потому что я тут хочу закрыть. Ммм, смежная стена. Ну, давайте, кстати. Так, поставлю. Потом я могу... Вот так сделать. Тут бывают карты, которые сюда могут влезть. Поставлю сюда всадников. Или... Надо как-то... Давайте здесь лучше. Надо как-то так... Так, вот тут закрываем стену. Тут вот так вот. Так, 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 так вот сделано, закрыто. Тут надо закрыть и тут. Вот видите, пришла плохая карта. То есть, чтобы ее скинуть, она плюс 60 количеству орксов на следующей волне. Ну, вот не хочется мне ее использовать, честно вам скажу. Ладно, давайте руну ветра. Добавим вот на какой-нибудь из этих замков. Так, дружину куда поставим? Видите, сколько еще волн впереди? Дружину, дружину сюда. Мне жалко, вот тут не влазит ничего. Дорогу куда-нибудь туда. О, давайте вот тут деревню и закончим. А тут зависит от дальности? Нет, не зависит. Так, может, ее куда угодно? Вот, ага, так, ну тогда нельзя будет ставить. Ну, давайте сюда поставлю. Так, часовню можно будет еще разместить. Три на три вот сюда я куда-нибудь, наверное, поставлю часовню. Ладно, давайте дружину сюда. Еще смежная стена. Ну, я тогда там не закрою, видите? Ладно, давайте. Блин, мне вот не нравится, что у меня вот здесь... Давайте я вот здесь буду ставить. Ага, там тогда я не смогу сделать. Черт. У меня вот это место вообще... Свободно. Ну, вот этот замок все еще не работает. Он не закрыт полностью, поэтому он нифига не работает. Так, там больше катапульт приехало. Ну, я бы, наверное, сбросил руку, честно говоря. О! То, что надо мне пришло. Все, создан замок. Зашибись. Теперь еще эта сокровищница... Ага, кстати, вот тут мы выполнили задание. Получаем награду. Какую таверну после уничтожения волны в следующий раз бойцов можно вписать бесплатно? Ну, такая руна блокирует один рунный слот, улучшает одну руну в руке до конца битвы. Вдоле. Спасибо. Давайте я вдоле возьму. Еще одна карта. Аура 30% к здоровью. Дружина. Минус 25% к задержке атаки. Аура. Давайте вот к здоровью возьму. Интересная штучка. Так, а тут что надо выполнить? Постройте замки до конца. Так, тут отбились. Вот там мы... Давайте, вот тут еще замок начнем, короче, строить. О, шахта плюс 30% к здоровью. И на этот замок будет действовать, да? Ну, давайте поставим диагональную. Все, отбились. Ну, когда вы с этой катапультой разберетесь? Блин, там уже бегут. А вот, видите, с этой стороны бегут. Фак. А можно восстановиться или уже все? О, восстановилось. Так. Значит... Давайте руну пепла сюда. Всадники. Сюда. Руну камня. Тоже на этот замок. Серма. Так. Фонтан жизни. Смежная стена. И закрываем. Есть еще замок. Это, конечно, я очень хорошо поставил фонтан жизни. Так. Вдоль и сюда. Ферму. Так. Что-то тут еще можно взять. Золотая литейная. Сердце замок. Отсрочка вражеских волнов. Вот это на 10 секунд. То есть это в колоду добавляется. Ну, тут плохо у меня защищено, конечно. А вон еще, смотрите, карточная сокровищница. Надо в ту сторону замки строить еще. Так, а кто вот по нашему замку тут стрелял? Почему у него меньше ты? Ну, вроде отбились. Фух. Так. Дружину. О, у меня уже максимум денег, блин. Я не заметил. Сюда давайте поставлю. Так. Мне как-то надо к этой сокровищнице попытаться довести дорогу. Блин, надо как-то тут замки сделать. Ну, такая территория. Еще так дебильно вот это поставил. Шьерт побери. Блин, уже сбросить руку. Плюс 5 к сквернею. Так, румный камень. Давайте. То есть это отсрочка на 10 секунд. С волнами. Так, это усиливаем. Нормально, этот замок держится, в принципе. Так, всадников сюда. Сейчас побегут оттуда и отсюда. Так, очередной раз отбились. Так, мне как надо извилистую дорогу сюда провести. Как-то тут замок создать. Вообще не понимаю. Нет, давайте, наверное, сюда. Вот так. Нет, а он не закроется вроде. Сюда. Так, две смежных стены. Давайте, наверное, здесь хочу... Попробовать замок сделать так. 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 Блин. Ферму. Где мы тут закончим? Здесь. Прямая дорога. А что мне так притормаживать все стало? Ну, я думаю, что можно сбросить. Есть, есть. Закрываем. Фуф. Пока вроде отбиваемся. Так, тут закрыт уже замок, да? Сюда пытаемся закрывать. Руна-ветр ускоряет стрельбу. Ну, я, видите, куча еще армии здесь не вступила в бой. Так что я думаю, что мы отбиваемся здесь. Ну, видимо, две волны осталось. Одна отсюда пойдет, одна отсюда. Смогу ли я... Завершить этот замок? Давайте, наверное, сброшу еще раз руку. Мне вот с этой и с этой стороны осталось поставить стены. Ну, тут, к сожалению, еще надо будет... Тут не закрыто еще замок. Так, а что у нас? Уничтожьте одну волну, чтобы выполнить. Ну, это уже поздновато для меня. Волны уничтожать. Так, руна-пепла. Ну, сюда давайте. Руна-ветра. Черт. Пока не находится необходимое мне... Ладно, давайте сброшу еще раз. О! Все, сейчас мы закроем этот замок. Есть. Ну, я думаю, что должны мы отбиться от этой волны. Может, проклятие славы даже возьмем плюс 60 к их силе. Ну, что, попробуем еще один замок где-нибудь организовать. Так, еще последний сброс. О, получилось еще замок поставить. Еще плюс 60. Давайте, еще плюс 60 количество орксов. Почему нет? Посмотрим. Мне кажется, я как-то так себя очень хорошо чувствую. Блин, что не последний? Еще будет волна? Ой, может, тогда я зря увеличил количество орксов. Так, тут что-то можно взять. Еще один фонтан жизни. Давайте возьмем. Может быть, сюда я смогу его поставить. Еще плюс 5 скверни. Тут что-то быстро разваливают. Я сейчас еще и проиграю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блин. Ну, там мои дерутся с ними. Вот то, что отмечено, это моя армия их. Бьет. Только единственное, что они все подбираются все ближе к моему замку. К моему основному. Блин, ребята, убейте их. Там еще скоро следующая волна. Ух, я проиграл. Короче, я зря использовал эти карточки. Охренеть. Без банков и цервей вы ничто. Наверное, церквей имелось в виду. Прикольно. Ну, можно перезапустить. Но я думаю, что достаточно показать, что это за игра. Потом в меню запах. Я могу сдаться и могу получить сейчас очки, чтобы открыть какие-то штуки. Ну, список изменений. В общем, такая игра мне показалась необычной в любом случае. Такая смесь даже карточного Tower Defense, что ли. Единственное, может быть, не совсем визуально понятно, что происходит. Но уже ваши впечатления, я надеюсь, прочитать в комментариях. На этом все. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.